На прошлой неделе на Ратушной площади было дождливо и пустынно. Люди ждали появления елки, но в обещанный день ее не привезли. Правда, позднее она появилась, но народу там все равно было немного. А вот сегодня у Ратуши уже было многолюдно. Стучали молотки, подъезжали машины с товарами, устанавливались торговые домики. И несмотря на дождь, на душе уже стало веселее. Значит, рождественские новогодние праздники все-таки состоятся. Хотя, видимо, и в несколько ином формате. Впрочем, все детали знает Ирина Свидлов, главный специалист отдела туризма Таллиннского департамента предпринимательства. Добрый вечер. Добрый вечер. Отличная новость, что все-таки город решил не оставлять жителей и гостей столицы без праздников, но они пройдут в несколько ином формате. В каком? Ну, действительно, весь город находится сейчас в ожидании Рождества, праздников. И Рождество состоится, ну, как всегда, немножко... То есть, как в этом году, немножко в другом формате. Во-первых, рождественский рынок, сами торговые ряды будут, но их будет меньше. Девять киосков, где будут продавать рождественские украшения и изделия, и еду. Вот. А если говорить по мероприятиям, то, в принципе, весь старый город превратится в такую концертную площадку и праздничную площадку. Во-первых, это, конечно, освещение будет и сконцентрируется, наверное, это вот на площади свободы, где будет фонтан, световой фонтан, который будет с каждым воскресеньем, с каждым адвентом увеличиваться и достигнет своего апогея непосредственно перед рождественскими праздниками. Потом будет инсталляция интересная с 4 по 6 декабря на Башенной площади, мини-световой фестиваль, где свои произведения, световые инсталляции представят художники. Вот. Так что вот такой вот интересный световой Новый год. Мэр обещал нам невероятную сказку в столице, и она будет. И Ратушная площадь тоже будет украшена помимо самого рынка, помимо елки, всех торговцев и владельцев ресторанов тоже призывают сделать что-то интересное. Да. Во-первых, будут украшены витрины. Если говорить вот про витрины старого города, то обязательно советую прогуляться, начиная с 29 ноября до 10 января. Это витрины художественной галереи на улице Пик. От кафе «Майя смог» до улицы Вайму участок будет украшен. Потом рождественские ясли, то есть своеобразная выставка рождественских ясли будет на улице Вене. Тоже можно полюбопытствовать. И живые витрины. 29 ноября и 19 декабря в 4 часа витрины будут петь. То есть не сами витрины, конечно, а студенты и музыкальной школы, и уже профессиональные певцы. А 5 и 12 декабря витрины будут танцевать. И это вот на улице Виру в 4 часа. Ну что ж, осталось только позвать, ну конечно, не туристов, но из разных уголков Эстонии. Жители Таллина в первую очередь все-таки тоже прийти в старый город. И жители регионов, потому что и гостиницы подготовили очень много интересных и бюджетных предложений на это время. Так что не стесняйтесь и приезжайте к нам в гости. Спасибо большое. О грядущих праздниках мы говорили с Ириной Свидлов, главным специалистом отдела туризма Таллиннского департамента предпринимательства.